Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия В регионе за счет федеральных грантов уже поддержано 73 проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения и обустройству пляжей. Но для туристов необходимо создавать также комфортные гостиницы и санатории. В связи с чем заместитель председателя правительства России поручил активнее вовлекать в работу бизнес, использовать инструменты корпорации «Кавказа РФ» и «Туризм РФ» по строительству обеспечивающей инфраструктуры к туристическим объектам. Широкополосным доступом к сети интернета обеспечены 95% всех населенных пунктов региона, в том числе и в труднодоступной горной местности. Уверенно приближаемся к достижению 100% показателя, сообщил на встрече с Дмитрием Чернышенко Рашид Темрезов. Он также обратился к вице-премьеру с просьбой оказать поддержку в развитии мобильной сети на курортных зонах Карачао-Черкесии. В частности, обсуждена возможность установки пяти станций для охвата сотовой связью тех участков, где сегодня наблюдаются перебои, в том числе на Софийской поляне, Пхее, Дуке и на участке дороги от Нижней Ермоловки до Архиза. В парламенте Карачао-Черкесии прошли публичные слушания по проекту оригинального закона о республиканском бюджете на следующий год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Участники мероприятий изложили свои замечания и предложения. Так, парламентарий Адам Гачьяев предложил увеличить бюджетное ассигнование на лекарственно-обеспечение системы здравоохранения и отдельных категорий граждан, а Сапарбир Кенов на организацию отдыха и оздоровления детей. Прокуратура Карачао-Черкесии вышла с рекомендацией увеличить средства на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Предложения также поступили от жителей республики, общественных организаций и объединений. В общественной палате Карачао-Черкесии составился круглый стол соцветия народов и религии «Россия в условиях новых вызовов», участники которого обсудили вопросы этноконфессиональной безопасности в современном мире, а также возможные риски и перспективы в этом направлении. Вместе с тем по специальностям строительства железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, проектирования авиационных и ракетных двигателей, радиоэлектронные системы и комплексы и другие 60% мест по всем специальностям в аспирантуре 33% мест. Такие абитуриенты обучаются бесплатно за счет будущего работодателя, у которого после получения диплома должны отработать не менее трех лет. На улице Первомайская и Черкеска включили новую иллюминацию. Теперь одно из любимых мест отдыха жителей и гостей республиканской столицы украшает звездное небо. Протяженность новой световой конструкции увеличена до улицы Ворошилова. Ранее на Первомайском мини-Арбате была установлена подсветка на 52 деревьях и 12 знаках зодиака. С 22 по 25 ноября в Черкесске пройдет бизнес-интенсив, в котором примут участие студенты вузов и СУЗов в регионах, заинтересованные в открытии своего дела в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя. Грантовый проект «Молодой предприниматель» направлен на развитие молодежного предпринимательства. В Армавире состоялась Всероссийская научно-практическая конференция по археологии, локальной истории и музееведению Юга России. Организаторами конференции выступили отделы культуры администрации муниципального образования Армавира и Армавирский краеведческий музей. В мероприятии приняли участие ученые из Москвы, Сочи, Ростова-на-Дону, Краснодара, Армавира, Ставрополя, Курганинска, Белореченска, Тихорецка, станиц Краснодарского края. Информацию комментирует секретарь комиссии по канонизации святых Пятигорской епархии Ирей Александр Гурин. По благословению архиепископа Пятигорского черкесского феофилакта, мне это велось тоже выступить на этой конференции с темой положения православного и обновленческого духовенства на территории Кабардино-Балкарии в 1920-30 годы XX века. Впечатление только положительное. По результату конференции вышел научный сборник, в нем размещены все статьи ученых. Присутствие на мероприятии лично для меня позволило узнать очень много важного, полезного и интересного, касающегося, например, отделу музееведения. Так как в Черкесске у нас расположен при Никольском соборе музей, посвященный истории церкви и казачества, то удалось много узнать, познакомиться с учеными, пригласить их на наши баталпашинские чтения, задать свои вопросы. Такое знакомство помогает в дальнейшем развивать историю родного края. Семикратный рекордсмен по силовому экстриму и первый заместитель председателя спортивного движения «Сильная Россия» Марат Узденов стал обладателем Всероссийской телевизионно-общественной премии «Герой нашего времени». Вот уже много лет через этот проект телеканал «Вся Уфа» рассказывает о людях, которые бескорыстно совершают добрые дела и героические поступки. Житель нашей республики был отмечен данной наградой за оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса. Они собирали со всех регионов репортажи и у нас репортажи отправили с телеканала «Архаз-24». Они про меня снимали после Донбасса целый фильм, час 17 фильм идет, наши люди называются. И вот «Архаз-24» отправил репортаж. И вот этот репортаж победил в Всероссийском конкурсе номинации «Доброе дело». Там было всего 7 номинаций, и вот первая номинация – это было «Доброе дело», и я стал победителем в этой номинации. Более 150 человек я вот с начала спецоперации вывез и доставил на территорию России. И собак тоже много вывез. Они все собаками хотят уехать, без собак никто не уезжает. Поэтому и животных вывозил, и людей вывозил. Вот последний раз я был, это у меня 17-й груз был, гуманитарный, я завез в Бердянск и в Донецк. Завершилась регистрация на шестой сезон Всероссийской Олимпиады студентов «Я – профессионалы» одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». За 48 дней студенты подали около 670 тысяч заявок на участие в состязаниях. Из них 84 регистрации поступило от учащихся в Карачао-Черкесе. Студенты могли подать заявку на одно или сразу несколько из 73 направлений, которые охватывают широкий круг профессиональных областей и включают технические, компьютерные, гуманитарные, социально-экономические, аграрные, медицинские и другие дисциплины – от дизайна до искусственного интеллекта. Впереди участников Олимпиады ждет отборочный онлайн-этап, который пройдет с 18 ноября по 4 декабря. О его итогах станет известно в конце декабря. Заключительный этап Олимпиады состоится с февраля по апрель следующего года, а итоги состязаний будут подведены в мае. Дипломанты и апрофии получат призы, льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты Олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей. На базе молодежного спортивного клуба военно-патриотической направленности «Калибри» проводятся бесплатные курсы для добровольцев, готовых отправиться в зону проведения специальной военной операции. Здесь они могут пройти азы начальной военной подготовки, обучиться тактике ведения боевых действий и военной медицине. Рассказывает руководитель спортклуба Марк Кириенко. На сегодняшний день у нас два курса. Однодневный курс – это просто медицина, ну так называемая тактическая медицина, показание самопомощи и помощи пострадавшему. И сейчас мы организовали еще трехдневный. То есть это более углубленный курс, предназначенный на то, что люди не только прослушали лекцию, что как, а именно попробовали на себе. Нам всегда говорят, что процент выживания вашего в экстремальных ситуация равен проценту ваших навыков. Завершился оригинальный этап всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2022», который проводится второй раз. Его цель – выявление и тиражирование наиболее успешных практик организации питания детей и мастерства школьных поваров. Победителем стала команда средней общеобразовательной школы Аула Хабес. В этом году федеральный тур пройдет в Уфе. В него вышли 400 участников из 75 регионов страны. В рамках федерального тура финалисты пройдут индивидуальный конкурс школьных поваров «Кулинарный баттл», «Блиц-турнир» «Три вопроса от родителей», «Квест-практикум» «Безопасный пищеблок» и примут участие в выставке тематических столов «Школьное питание 3.0». Помимо блока «Практики» для конкурсантов будет организована научно-практическая конференция «Школьная столовая как эко-система здорового питания обучающихся», на которой обсудят вопросы совершенствования школьного меню, цифровизации системы контроля за школьным питанием, формирование правильного пищевого поведения у детей, питания детей, страдающих заболеваниями, связанными с ограничениями в питании. Преподаватели младших классов, медсестра, инженер по эксплуатации зданий, технолог моды, продавец, кондитер и еще около трех десятков специальностей. В Карачаево-Черкесии более полутора тысяч школьников прошли свои первые профессиональные пробы. В течение месяца на базе училищ и колледжей региона ребята знакомились с практической стороной интересных для них профессий. Всероссийский проект по ранней профориентации школьников «Билет в будущее» проводится в рамках нацпроекта образования с 2018 года и с каждым годом число его участников увеличивается. В этом году площадками для проведения образовательного проекта в Карачаево-Черкесии стали 12 организаций среднего профессионального образования. Задача проекта – охватить максимальное число школьников, помочь им выбрать направление профессионального и карьерного роста и начать развивать навыки, наиболее важные в будущей профессии. Ну и последняя информация. По итогам всероссийских соревнований по вольной борьбе среди юниоров до 21 года на призы заслуженного мастера спорта олимпийского чемпиона Мурада Умаханова в Дагестане спортсмен из Карачаев-Черкесии Амали Джандубаев завоевал бронзовую медаль весовой категории до 61 килограмма. Наш спортсмен провел 6 схваток и одержал 5 досрочных побед. Отметим, Амаль является победителем юношеского первенства Европы прошлого года и отлично дебютирует в категории юниоры. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В конце дня в горах местами дождь. Ветерюшный 5-10 метров в секунду, в горах до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В горах местами плюс 7-12. В Черкесии без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 20 градусов выше нуля. В южных и центральных районах Карачаево-Черкесии местами высокая пожароопасность. Таковы и некоторые события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Пираты захватили Кисловодск. Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2.96.58. Спешите узнать тайну пирата. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!